приветствую друзья рад видеть вас на нашем канале а есть вопрос и сегодня мы поговорим о следующей вещи как видите на столе стоят картон мобилен это самое проблемное испытание в этом году очень много вопросов приходит почему не поехал когда уже тренировались у нас что-то ехало все делают картон мобили на реактивной тяги а не на резиномоторе проще это или нет давайте ответим на этот вопрос в этом видео погнали и так для того что провести ряд экспериментов я не буду сейчас создавать какую-то машинку я просто возьму конструктор в моем случае лего мне понадобится воздушный шарик и быстренько создам некую платформу но для того чтобы ваше время не тратить я уже вот создал такую платформу и хочу обратить ваше внимание что нам важно здесь мы в этом эксперименте конкретно исключаем то что у нас колеса трутся об основании которому прикреплено да через ось не важно мы хотим сейчас с вами понять куда крепить шарик и просто так его нельзя вот так обмотать и у нас поедет нет его нужно каким-то образом расположить на автомобиле на картон мобили чтобы осуществлялось движение соответственно нужно провести эксперимент смотрите здесь колесики крутятся очень легко поэтому нам нужен был конструктор берем его и придумываем систему которая будет держать как-то шар воздушный пока я это делаю обращу ваше внимание на следующие друзья мы важно воздушный шарик вот я этот накачивал несколько раз а этот вот новенький у нас смотрите они отличаются сейчас по длине хотя из одной пачки из одной партии и по толщине так вот когда вы экспериментируете с одним шариком и ждете что следующий эксперимент будет как бы следующей версии эксперимента лучше то учитывайте что есть устаревание воздушных шаров то есть если хотите чтобы ряд экспериментов шел с прогрессом тогда каждый раз меняйте шарик когда у вас будет один и тот же результат да можете пять шариков на испытать потом взять эти же пять шариков на второй этап испытаний допустим в этом направлении поменяли зафиксировали по-другому накачивайте там азотом а не обычным воздухом не важно я имею ввиду что шарики друг от друга начинают отличаться по мере их надувания для того чтобы зафиксировать я сделаю такую штуку для того чтобы перенаправить сам шарик он у нас видите длинный он должен где-то лежать и не попадаться под колеса поэтому у меня будет вот такая штучка и теперь еще вот такую дугу это самый простой элемент которым я могу прихлопнуть наш шар вот так оставив некий хвостик вот смотрите для чего хвостик для того чтобы я подключил насос и накачал у кого легкие мощные качайте ртом на самом деле она вот накачивание вам очень пригодится потому что напоминаю вас три минуты на то что вы осуществили три попытки если первых удалось проехать и набрать максимальное количество баллов все вы молодец а если нет поэтому тренируйтесь накачивать быстро все пока мне этого достаточно давайте посмотрим закрепляем точнее начинаем накачивать и посмотрим как у нас поедет машинка просто вот по наитью да вот как я сделал первый раз а для того чтобы с насоса шарик не сваливался его одеваем поглубже вот на вторую полосочку вот так и начинаем быстро интенсивно надувать несколько раз накачивать шарик легко надувается так для первого эксперимента достаточно да и рука устала смотреть сейчас мне нужно понять а если я располагаю шарик параллельно платформе когда я сниму будет ли толчок достаточно сильно чтобы привести в движение от платформы не забывайте что вес этой платформы он легче чем вес платформы из картона ну в зависимости от размеров ну если равно ценность собирать и так отпускаем смотрим проехал вы видите все отлично едет прямо и отталкивается сейчас у нас эксперимент номер два мы направим шарик вверх эксперимент номер три мы направим шарик вниз и посмотрим работает это или нет и так друзья теперь смотрите раз у нас выход воздуха теперь расположен по направлению вверх посмотрим поедет ли наш картон мобиль вот эта штука нам мешает кстати минус ну я для начала хочу попробовать именно так 1 2 3 не поехал видно что не из-за того что он уперся то есть вверх лучше ехать не стало и сейчас мы попробуем расположить максимально а вниз от платформы как бы чтобы воздух упирался в основу вот таким вот образом столешницу в нашем случае то есть мы делали параллельно направляли вверх а сейчас мы попробуем сделать вот так и посмотрим будет ли лучше движение осуществляться давайте посмотрим для третьего эксперимента мне пришлось изменить конструкцию смотрите что я сделал я сделал упора чтобы шарик не попадал под колеса и сделал такую регулированную штуку чтобы направить сопло если так можно выразиться да чтобы она у нас было направлено земле к основанию по которому движется картон мобиль давайте посмотрим а так я сбоку его расположу вообще получится ли движение само будет ли она быстрее визуально или вообще никуда не поедет давайте отпускаем вот поехали смотрите чем мы столкнулись с какой проблемой со второй да то что когда мы работаем шариками за счет того что это необычный такой шар круглый для стандартной формы который раздулся бы и просто здесь лежал вот этот хвостик нужно куда-то деть когда эти шарики комплектовались тут и была задача чтобы создатели картон мобили юный позаботились об этом придумали куда его завернуть итак друзья давайте подведем итоги смотрите а если вы помните первый эксперимент то у нас шарик был параллельно платформы второй эксперимент шарик находился точнее сопла толкала воздух вверх и последний эксперимент когда у нас направление было вниз самое на мой взгляд правильно это отталкиваться параллельно платформы таким образом у нас получается точно четко движение вперед тогда когда мы располагаем шарик по отношению к платформе вниз то смотрите что происходит воздух отталкивается от платформы и тратится силы на то чтобы ее немножко приподнять ну то есть такое неправильное движение когда вверх соответственно у нас прижимая сила образуется когда параллельно платформы нас просто она отталкивается сил никакие не тратится вот этот начальный реактивный момент поэтому самое правильное просто расположить параллельно и у нас платформа должна полететь поехать и все главное позаботиться об этом хвосте все эксперименты мы провели сейчас мы создадим картон мобиль и это будет достаточно быстро для вас по щелчку пальцев раз два три получилась вот такая у нас платформа как-то я ее художественно оформил перепутал зад с передом но ничего страшного вы этого не сделаете вот такая телека давайте посмотрим получится ли привести ее в движение с помощью вот такого воздушного шарика накачанного опять же не до конца видите конструкция просто простейшая на нее потратил 15 минут времени с подготовкой вы же дома должен подготовиться уже сделать несколько моделей я думаю что за 10 минут управитесь прямо с раскрашиванием но опять же люди должны здесь принимать участие давайте будем откладывать долгий ящик и посмотрим вот она у нас ездит вот так я не особо заморачивался чтобы у меня колеса очень там хорошо крутились они видите смещаются и еще и тормозят там собственно сами платформу но ничего страшного давайте на счет 3 раз два три все уехал и прямо в урну а таким образом наша конструкция с вами проедет два метра легко и непринужденно что можно сделать на что я еще раз обращаю ваше внимание здесь очень важно чтобы колеса были а отцентрованы очень хорошо если этого сделано не будет вы потеряете очень много ненужной точнее нужной энергии на ненужное дело если колеса будут болтаться трипыхаться а я сейчас на соревнованиях участвовал поэтому мне это допустимо на обучение а вам нет смотрите а вот у меня оси вот так подвижны опять же если у вас вопрос почему у меня когда-то едет хорошо когда-то плохо возможно время движения вас колесо так задевает опору и начинается торможение что мы можем сделать мы можем поставить во-первых колеса поуже а во-вторых расположить их чтобы они вращались не как восьмерка а все-таки поровнее зафиксировать их еще скотчем и здесь вырезать еще дополнительные такие шайбочки и проложить между колесом то есть у нас получится такая вот у нас есть с вами скотч вот у него бумажка она очень такая скользкая если мы его здесь оденем у нас получится типа подшипника то есть всяческими способами постараться избежать излишнего трения как в прошлый раз я вам показывал можете оси воткнуть вот в эти отверстия опять же предварительной несколько раз продев чтобы они стали более скользким то есть а стратегию вы разрабатываете дома а в идеале уже финишную постройку идеальный вариант строите уже на самом соревновании нужно там представить потому что у вас есть дети дети хотят побеждать вот а дайте детям раскрасть и это путь к успеху и так подытожим что нужно для того чтобы проект расположить шарик параллельно платформе а зафиксировать его хорошо потому что вас три попытки если шарик улетит лопнет или еще что с ним произойдет вы потратите драгоценное время три минуты вам дается на три попытки далее позаботиться о том чтобы платформа двигалась прямо что для этого нужно расположить правильно колеса на одной высоте и точно по центру все далее вы просто смотрите это не резиномотор где нам нужно было нагружать оси поэтому здесь чем легче постройки тем лучше она поедет но опять же смотрите что бывает не пушинка которую начнет вот так перекидывать переворачивать здесь тоже примерно распределите вес и в этом путь к успеху это одно из испытаний готовьтесь к другим и самое важное получать от удовольствие от того чем вы занимаетесь друзья мы рассмотрели с вами все вопросы касаемо картон мобиля на воздушной тяги на реактивной тяги и так друзья вы просто обязаны поделиться этим видео с вашими коллегами чтобы на равных условиях участвовать соревнованиях не так что ой я посмотрел видео и никому нет вы берете видео говорите ты видел давай делай такой же картон мобиль и мы с тобой зарубимся на рамках посмотрим кто среди нас лучше драгрейсер вот таким образом а пишите свои комментарии какая модель вам ближе а что вы сделали делаете фоточки делитесь социальных сетях пишите картон мобиль мы все это посмотрим а ведь вы участвуйте ради удовольствия не забывайте победа это не главное получаете удовольствие от построек и самое важное друзья удачи вы уже молодцы если вы смотрите дополнительные материалы ищите вы уже победите давайте удачи вам вот все мы и сняли наконец-то на резиномоторе на резиномоторе ну так я бы тоже делал видишь получается фишка то в чем а мы ты делаешь на резиномоторе а я на воздушном шарике и заранее знаешь на воздушном шарике делать проще проблем меньше не надо нагружать зад не нужно думать о том что колеса нужно сделать резиновыми чтобы они цеплялись здесь же этого не важно здесь просто он толкается и если ты квадраты вместо колес поставишь он хоть как-то ну проедет на резиномоторе он у тебя есть осень нагружена вот так и проскользит с технологической точки зрения бы тоже делал резиномотор а если я хочу чисто победить я чё дурачок что-ли я сделаю себе на воздушном шарике ваша река с ровно надувать тогда точно не развалилась два шарика да можно смотри опять же когда один шарик он в одну сторону а когда два шарика есть они будут в разные стороны один допустим так а второй будет сбоку задавать у тебя будет вот такое движение если она развалится по дороге по какой части автомобиль будет считать за счет по задним колесам как всегда может просто отпилить кусочек автомобиля можно короче тут каждый сам уже решает я сомневаюсь что кто-то будет ради удовольствия проходить эти соревнования все равно это все на победу это все для руководителя все для для всего такие дела